Как избыток белка может мешать нам худеть? На самом деле это вопрос с подвохом. Дело в том, что сам по себе белок в жир не идет. Ну, по крайней мере, практически контролируемые исследования показывают, что когда людей перекармливали белком, у них не увеличилась жировая масса, зато неплохо увеличивалась мышечная. Однако это не значит, что избыток белка не может мешать вам худеть. Механизм тут довольно простой. Дело в том, что белок является не только строительным материалом для нашего организма, но также еще и энергии. То есть он используется в том числе и для энергетических нужд. Итак, давайте предположим, что мы съели настолько много белка, что все строительные нужды покрыты. И часть съеденного белка пошла нам на энергию, на энергетические нужды. А это значит, что теперь углеводы и жиры, которые вы съедаете вместе с этим белком, или в течение дня, там когда-то еще, имеют больше шансов отложиться к вам в жир. Потому что и жиры, и углеводы также используются в качестве энергии. Но в конечном итоге все упирается в баланс калорий, в баланс энергии. В долгосрочной перспективе. То есть, например, если вы сожгли за неделю больше энергии, калорий, чем усвоили, вы похудели. Если я в этом видео постелил у вас мысль, есть только белок, чтобы худеть, то... Oh shit, I'm sorry. ...исправляюсь и рассказываю важное. Если вы думаете начать питаться только белком, чтобы похудеть, то это плохая затея. Во-первых, потому что не существует пищи, по крайней мере, мне такое неизвестно, где есть только белок. Всегда там будет еще и углеводы, и жиры, и или жиры. Потому что, например, даже в куриной грудке есть немного жиров. Или в протеине есть немножко и жиров, и углеводов. Во-вторых, если вы начнете питаться только белком, вас очень быстро настигнет такой голод, что у вас поедет крыша, и вы сорветесь. А в-третьих, и жиры, и углеводы необходимы для того, чтобы нормально функционировать, для здоровья, для активности, для тренировок. Поэтому полностью исключать и то, и другое я очень не рекомендую. Как-то так, белка нужно действительно много, если вы хотите худеть, но слишком много чего угодно не есть хорошо.